Здравствуйте, ребята! Приближается День Победы. Этот праздник вызывает очень сложные чувства. Он и радостный, но одновременно и грустный, потому что эта радость досталась ценой многих жизней. Этот день имеет огромное значение для каждого из нас. День Победы для нашей страны – праздник, который объединяет поколения. Но с каждым годом ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну, становится все меньше. Нам важно помнить и знать о тех событиях. Важно бережно относиться к ветеранам и пожилым людям. И сегодня я предлагаю сделать открытку ветерану с 9 мая. Сделав своими руками открытку ко Дню Победы, мы сможем порадовать их и дать понять, что мы помним, чтим и никогда не сможем забыть всех тех, кто подарил нам этот мир на земле. Итак, приступаем. Сегодня нам понадобится голубой картон, можно односторонний, клей, карандаш, линейка, тонкая проволочка, можно взять для бисера, можно и не брать проволоку, просто взять ниточку. Так, гофрированная бумага, но у меня была бумага для упаковки цветов. Вот такая тоненькая бумажка. Немного картона белого, гофрированный, желтая бумага, коричневый картон для гармошки. Итак, приступаем. Складываем картон для основы голубой пополам. Вот так. И начнем делать гармошечку. Гармошку я вот брала лист А4, да, 8 сантиметров у меня ширина и по А4, вот сколько у вас будет сантиметров. Складываем пополам. Вырезанные детали пополам. А потом еще раз вот к краям складываем пополам. Вот эти тоже складываем пополам. Смотрите, чтобы у вас получилась ровненькая гармошечка. Вот это все складываем пополам. Так. И вот здесь у нас получится по одному сантиметру еще вот так. Складываем пополам. Вот так, смотрите, каждая пополам, чтобы ровненько получалось. Можно и так сделать гармошку, но тогда будет неровно. Вот видите, как получается. И вот эту пополам складываем. Вот так. Также вторую сторону пополам. Еще раз пополам. Так. Еще вот эту пополам. И получается по сантиметру у вас. Так. Вот эту. Последнюю можно не складывать с двух сторон. Там будет у нас для клавиши. Вот так. Ровненько складываем по линиям. И последнюю пополам. Вот так. А теперь мы из нее сделаем гармошку, например. Так. Складываем, да, как обычно. Но очень хорошо складывается. Смотрите. Так вот. Так. Так. И получается у нас вот так, да. Берем белый картон. Вот у меня. И вырезаем вот такие две полосочки. Сантиметр на семь. Здесь у нас восемь сантиметров. А мы вырезаем на полтора сантиметра и семь. И приклеиваем. Вот так ровненько приклеиваем. Отступая вот снизу. И здесь посредине приклеиваем. Сверху, снизу и со стороны отступаем еще. Приклеиваем. Получили гармонь. Вот так у нас получается. Теперь мы пока откладываем это в сторону. Подсыхает пусть. И делаем цветочки. Я уже вот заготовочки сделала. Это будет у нас яблоня, да. Смотрите. Я покажу, как делать. Вырезаем вот такие лепесточки. Пять. Пять. Пять таких лепесточков. Вот здесь. Я вам положу, чтобы было видно. И делаем серединку. Тычинки вот такие, да. Берем желтую гофрированную бумагу. Вырезаем. Не до конца. Здесь у нас можно, ну, 8-7 сантиметров. Не до конца вот прорезаем. Вот такие полосочки. Их не до конца прорезаем, да. Их должно быть 8. Вот так, да. Вот у меня уже вырезаны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот здесь я отрезаю вот так. И тут беремочник. И здесь мы вот так их начинаем вот так скручивать. Смотрите. Вот так мы скручиваем до конца. Вот эти штучки мы еще скрутим вот так руками. Смотрите, вот так. Каждую 8. Вот получаем, видите. Она очень легко скручивается. Вот так. Все это скрутили. Так. И потом начинаем складывать вот так ее. Вот. До конца. Вот так получаются тычиночки у нас. Видите? Мы их откладываем пока. Вот здесь мы смажем немного, клеем вот лепесток. Берем эти тычинки. И вот так приклеиваем лепесточек к тычиночкам, да. Вот так вот. И вот берем вторую. И все это вот приклеиваем, накладывая один на другой лепесточек. Так. Ну вот пятый лепесточек. Теперь мы возьмем нитки или возьмем у нее вот такая тоненькая проволочка. Смотрите. Вот здесь мы ее обвязываем или скручиваем немножко проволочкой. Вот так. Чтобы держались лепесточки. Потом мы их расправим. Расправляем лепестки. И обрезаем вот эти тычиночки лишние, да. Чтобы они были чуть-чуть поменьше. Вот так. Расправляем. Получаем вот такой цветочек. Теперь зеленую полосочку в бумаге берем вот такую, да. Также склеиваем ее. Вот так здесь клеим, намазываем. И начинаем вот отсюда ее скручивать. Так. Чтобы получилась как бы веточка зеленая у нас. Получаем вот веточку зеленую. И идем вниз скручиваем. Вот так. Вот до конца. Можно даже и не брать. Можно здесь как бы завязать ниткой и просто сделать из зеленой бумаги вот веточку. Вот так скручиваем до конца и приклеиваем в конце. Можем еще и здесь клеим, чтобы укрепить. Вот так получаем веточку. Вот так вот подрежем. Вот так вот. Так вот такие лепесточки получаем. Вот так. Получили два. Теперь можно сделать вот такой бутончик. Смотрите, берем синтепон или можно ватный диск взять. Скрутить его. Берем квадратик. Серединку синтепон. Вниз уголок. Вот. Закрываем его в сторону. Смотрите, получается у нас бутончик. Вот так. Вот так, да? Также его связываем ниточкой или проволокой. Можно еще вот сюда добавить один лепесток, не раскрывшийся, или два. Смотрите. Вот так получится. Вот у меня уже заготовочка есть, бутончика. Смотрите. Теперь приступаем к самой открыточке. Берем кормой. Смазываем здесь клеем. Я, конечно, не взяла. Это был двусторонний скотч. Можно было двусторонним скотчем удобнее. Ну, давайте клеем попробуем. Так. Вот мы ее вот так вот. Ну, вот так расположим, да? Вот эту сторону мы немножко, вот, внизу мы чуть-чуть вот так ее, как будто будет у нас гармонь раскрыта, да? Вот так сделаем. Смотрите, вот сюда. Вот так вот получим. Получается у нас вот такая гармонь. Вот еще можно вот так вот. Здесь можно было нарисовать, конечно, клавиши, кнопочки. Так, теперь мы приступим с вами к цветочкам. Как их расположить, посмотрим вот здесь, да? Вот сюда. Я, конечно, приклеивала их скотчем. Ну, можно приклеить клеем, наверное. Попробуем клеем, а если что, потом скотчем, чтобы держались. Вот так один цветочек, да? Сейчас мы расположим второй цветочек. Потом мы все это подрежем. И бутончик сейчас вот так вот. Подрежем вот так. Вот так вот. И вот этот бутончик сейчас сюда. Подрежем. Подрежем вот так, чтобы красиво у нас подсохнет. Потом подклеить можно. Так, вырезаю 9-го. Я вот вырезала вот такие буквы, да, 9-го мая. Вы можете вот писать, да, своими руками. Я приклеиваю их на... Так, это я, наверное, не приклеила сейчас. Клей приклеила так вот. Это мая. Так, а здесь у меня, наверное, на скотче приклеил. Так, вот так. У меня это, чтобы было. Так. Пусть будет вот так. Такая открыточка у нас получается. Можно поздравлять ветеранов и пожилых людей с праздником Победы. Спасибо за участие. Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.